Здравствуйте! Меня зовут Василий Рудинский. Эта рубрика «Церковь помогает». Здесь мы говорим о добрых делах людей церкви и о том, как к этим делам можно присоединиться. Яна – флорист в храме Набережных Челнов. Увидела объявление православной службы «Милосердия Казань» о том, что нужны добровольцы в селеродонецк. Решилась поехать, отозвалось сердце. Опыт был, ухаживала за тяжело больными людьми. Там, в Северодонецке, ее ждали немощные брошенные старики, запертые на верхних этажах многоэтажек. Они чудом выживали без еды, воды и света. Яна отмывала их, стригла, обрабатывала раны, приводила в порядок квартиры, которые два года не видели уборки. Там, в Северодонецке, встретила свой день рождения. Признается, это был мой самый запоминающийся праздник. Для меня подарок – оказаться здесь. Когда уезжала домой, душа болела. Как там ее старики? И тут радостная новость. Двоих дедушек удалось устроить в дом престарелых. Эта радость Яны очень показательна. Православный человек не может пройти мимо чужой беды и не может забыть тех, кому тяжело. Прямо сейчас, в Северодонецк, из Казани, отправилась новая смена добровольцев. Помощь там очень нужна. Присоединяйтесь на сайте помочьбеде.рф Несколько цифр о церковной помощи и работе патриаршей гуманитарной миссии. Более двух тысяч добровольцев съездили в зону конфликта для помощи пострадавшим. 18,5 тысяч человек получили медицинскую помощь нашей больницы святителя Алексия. Более двухсот тысяч обращений поступило в церковные центры помощи в зоне конфликта и других городах. 2400 тонн гуманитарной помощи передала церковь нуждающимся в разных городах. 199 частных домов восстановили добровольцы-ремонтники в Мариуполе, а также в Волновахе и в Донецке. 8 800 70 70 222 – это номер телефона, по которому можно записаться в добровольцы прямо сейчас. Ваша помощь очень нужна. Масштабное наводнение пришло в Алтайский край. Сотни жилых домов затопило, людей пришлось эвакуировать. Как помогала церковь, узнаем у помощника руководителя социального отдела Славгородской епархии Валентины Шартнер. Валентина, добрый вечер. Да, здравствуйте. Расскажите, когда вы узнали о наводнении, как начали помогать? Наводнение происходило на разных участках нашей епархии. Но непосредственно в социальное отдел обратилась женщина со Славгорода, это женщина одинокая мама, у нее шестеро детей, дети все малолетние, то есть это младшая школа и дошкольники. Очень тяжелая ситуация тоже была в Михайловском районе. Но там очень хорошо работали все службы. Церковь, естественно, у нас священник, он первым делом, как только узнал, что есть подтопление, он пришел в администрацию, предложил свою помощь. Эта помощь заключалась в том, что если необходимо где-то на своем транспорте что-то привези, там продукты, это опять же, весь приход собирал, они собрали какую-то определенную сумму денег, закупили сразу же продукты, отвезли в администрацию, чтобы она могла их распределять по тем, у них несколько было открыто центров пунктов пребывания временем людей, которые нуждались в этом. Где-то были случаи, когда не хватало хлеба, священник тоже, наш батюшка, отец Роман там находится, он закупал этот хлеб, привозил, несколько раз довозил, что нужно там, средства гигиены какие-то. То есть все, что необходимо, первые такие просьбы, все, сразу старались идти на помощь, выручать. Есть еще у нас случай в Гальпштаде, это немецкий район, тоже там талыми водами потопило фундамент, и стены межкомнатные, да, вот эти перекрытия рухнули просто, то есть там остались просто стены внешние. Там тоже, естественно, приход сразу подключился, начали они там собирать денежки, где-то что-то как-то помогать, что могут. Сейчас семья находится у родственников, там очень сложная ситуация тоже. Женщина проходит обследование по заболеванию, там только вот вернулась из Барноула, из краевого центра. На попечении у них мама, бабушка старая, которая недвижимая лежит. То есть там все, ну, администрация тоже, конечно, подключилась, все там на контроле, но тем не менее там разрушение серьезное, очень страшное. В это воскресенье у нас по благословению владыки объявлен кружечный сбор по всем храмам епархии. Это будет праздник благовещения Пресвятой Богородицы. Народа наверняка будет много, я думаю, что люди откликнутся. Как возвращаться туда, где условия практически не позволяют дальше жить? Как церковь, епархия, Славгородская, может быть, Алтайская митрополия в целом планирует поддерживать эти семьи, семьи пострадавших? Мы стараемся держать этот вопрос на контроле. В любом случае понятно, что на улице семья не останется. Нет у нас таких случаев, слава богу, чтобы просто там осталась семья. Конечно, эти вопросы будут решаться. На самом деле это очень сложный вопрос. В любом случае, либо это будет аренда, либо это будет поиск какого-то жилья. Надеюсь, что эти сложности удастся преодолеть и помочь всем тем самым нуждающимся людям, которые пострадали от наводнения. Конечно, и синодальный отдел по благотворительности, если потребуется, конечно, тоже поможет во всех этих случаях. Мы надеемся, телезрители тоже не останутся равнодушными. Спасибо вам за ваши труды, Магибов. Спасибо. Церковь продолжает помогать пострадавшим в зоне конфликта. Врачи церковной больницы святителя Алексея начали прием в Новотроицком районе Херсонской области. Новый мобильный госпиталь нашей больницы в первые пять дней посетили 286 человек. Врачи проводят осмотр, делают флюорографию, УЗИ, лабораторную диагностику, назначают лечение и выдают лекарства. В сложных случаях пациентов забирают на лечение в Москву. Синодальный отдел по благотворительности направил 36 коробок гуманитарной помощи в Северодонецк. Средства гигиены, одежду, продукты. Также наш отдел передал партию помощи в маленькие поселки Харьковской области. У людей нет самого необходимого, а еще нечем засеивать свои поля. Магазины не работают. Поэтому из Москвы привезли еще и семена овощей. Закончилась 121-я поездка в зону конфликта сотрудников специального гуманитарного центра Крымской митрополии. Как всегда, с риском для жизни они передали продуктовые наборы, овощи и фрукты в разные населенные пункты Донбасса. Православные волонтеры при Вознесенском храме Киева передали генератор, бензопилу и 50 литров бензина в село Воздвиженка на Донбассе. Все это нужно для того, чтобы согреться и приготовить еду, ведь электричества в регионе практически нет. Прямо сейчас требуются добровольцы для ремонта частных домов пожилых и инвалидов в Мариуполе. Проживание, питание, проезд церковь берет на себя. Если у вас есть 10 дней свободного времени, записывайтесь по телефону 8 800 70 70 222. Где еще можно помочь? Очень нужны пожертвования для поддержки пострадавших. Если у вас есть возможность, просим сделать пожертвования на сайте помочь в беде.рф или отправить смс на номер 3443. Для этого нужно ввести короткое слово «беженцы», поставить пробел и написать сумму, например, «беженцы пробел 300». Будем продолжать наши молитвы о мире и помогать тем, кому тяжело.